добро здоровьтесь уважаемые посетители моего канала да мы с вами тут сотрудничаем который год уподряд а тут только бац знаете как говорится бац и вот на появляются такие статьи но я как-то видел там найти выходят под такими заголовками как будто пропал пропал скорбим вроде как найти помер там какой-нибудь телеведущий еще кто-то еще кто-то еще кто-то а это просто там он допустим это пропал там с экрана пропал с экрана и вот значит смотрите вот такая вот штучка да от кого прятался геннадий малахов это как раз у нас идет какой-то десятый год десятый год и тут все там такое но но оказывается сейчас идет у нас 23 год и вот дзен пишет следующее то есть они обо мне не забывают найти приятно что а тебе не забывают и что они пишут я не вернусь в россию исчезнувший из теле экрана геннадий малахов обнаружился на украинском телевидении когда это было это было 2011 год а а какая связь вот вот они хотят вот и вот этим с это я не вернусь в россию и это обнаружился на украинском телевидении какая связь когда я тут в россии живу какая вот знаете вот эти люди которые вот так вот знаете какой-то ради сенсации что-то там такое делают без подписи без всего этого так это самое думают что грубо говоря их никак не достанет знаете можно конечно там судиться не судиться еще что-то там сделать но существует более такие знаете законы воздаяния которые вот знаете будем говорить заговори чтоб я тебя увидел вот этого достаточно чтобы на вот этих вот людей прилетела им такая ответочка которую не вроде сделали знаете для чего-то для каких-то понтов и так далее который может перечеркнуть их всю жизнь ну и пускай так и будет вот как они хотели так и будет но читаем дальше оказалось что уход телеведущего геннадий малахов тень не был случайным то есть видите как 11 год они пытаются связать вот с этими событиями спустя долгое время после своего исчезновения малахов признался как теперь он вынужден зарабатывать на жизнь ну вот зарабатываю на жизнь зарабатывать и уже давно давно на пензи уже все что можно грубо говоря заработано а что надо еще дойдет в разговоре журналом интервью он заявил что вряд ли вернется на российское телевидение кажется а пути господни неисповедимы это был одиннадцатый год в одиннадцатом году я кстати кстати как меня пригласили важно только еще сказать а как я попал на украинское телевидение вот я сам поехал и говорю возьмите меня меня бедненько возьмите я поступило приглашение от которого я первоначально отказался потому что я не знаю кто такие что такие ну а потом мне позвонили те люди с которыми делал программу малахов призывает петрович ё-моё до нас приглашают туда чтобы мы делали эту программу без всякой цензуры мензур и так далее ну хорошо поехали делали все так сказать нормально было ну будем говорить сколько там прошло наверно полгода если не меньше и не меньше соведущей анна у меня была соведущая сначала программа выходила на русском языке потом эта программа есть сказали веди на украинском языке она стала на украинском языке вести как бы сказать там все это а потом ее вообще закрыли и я еще вам помните рассказывал как я уезжал на машине из киева и выехав из киева где-то в районе борис поля там это я заблудился заблудился и что я два полицейских я значит к ним сдаю задом чтобы узнать что что подходит ко мне это был капитан и говорит ну что так как вы сдаете задом на трассе вы нарушили там права та 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 нормы и так далее короче вот они права следующим образом состоится суд на украине там вернуть права там не вернуть права вот это идем к старшему майор подходим к майору я так внутренне ну что поделаешь раз так 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 кажется на волю господа майор меня увидел и говорит тот капитан что-то еще ничего не успел сказать да ты чё это наш национальный герой перекрывает трассу куда петрович едешь туда и по ей поезжай то есть вот такой случай был это последний уезд и дальше и дальше там уже через какое-то время через несколько лет вижу по телеку следующую так как меня пригласили опять-таки чтобы попасть на любое телевидение от самому возьмите меня на телевидение я буду вести такого не бывает есть только приглашение вот то есть пригласили значит сняли даже видео ролик я приезжаю меня встречают на киевском там вокзале а потом через несколько лет значит ролики появились такие вот этот малахов приехал к нам тут деньги зарабатывать в гитве целя понимаете то есть они решили открыть не знаю из каких там соображений вроде а потом им просто напросто насколько я понимаю сказали закрыть это все дело и вдобавок еще и обвинили меня что вот приехал тут украинские деньги зарабатывать это так я ввожу в ваш курс дела значит и что там значит что не вернется на российское телевидение в двух тысяч двенадцатом году я по моему началось наверно с одиннадцатого года меня опять таки приглашаю на восьмой канал я поработал на восьмом канале конце двенадцатого года меня опять константин львович эрнст пригласил на первый канал и весь тринадцатый год и немножечко этого поработал на это то есть вот такие вот статьи когда пишут вот вот на что они там надеются и опять-таки думать что-то так не видно и все это такое пускай уже как говорится стрела туда помчалась по всем этим головам вот не вернется на российское телевидение вот вот такой сказали и дальше значит но я здесь никуда не пропал вот тут я перед вами тем более на канале веду продолжаю заниматься тем чем занимаюсь пишу книги снимаюсь на телевидении теперь уже на украинском делаю свою газету что вы все видели дашку сделала то есть я постоянно в делах заботах да тогда все хотят меня видеть приглашают а я только отбиваюсь потому что надо делать свои проекты а все предлагают чужие так сказал геннадий малахов но вот это вот все вот вот с этим заголовком я не вернусь в россию получается так что тут как какой-то знаете вот на ровном месте негатив так что пусть вот этот негатив 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 чик пожнуть те люди которые его запускают и вот что они там запустили и все это пускай на их не жизни и отобразится я все сказал